доброе утро друзья сегодня мы как обычно начали день с уборки вот здесь я заправляю постель одеяло так забавно сложно потому что я снимала видео где изображала что у меня альшир лежит рядом но вот видео отсняла теперь заправляю постель артемий там сидит медитирует над букварем в коридоре а я кстати меняю смотрите надеваю чехол на подушку вот вы писали что какие грязные чехлы я их стираю регулярно на 30 градусов то есть это чехлы которые именно надеваются на подушку я не использую это как наволочку сверху всегда надеваю наволочку в общем я после ваших комментариев решила рискнуть и хотя их нельзя стирать на температуре выше 30 градусов я их залила кипятком с отбеливателем и постирала и вот тут на видео они даже казались прям белоснежными хотя конечно на самом деле они не отстирались до конца но прилично так отстирались и вроде ткань выдержала так что теперь их не будут визуально красивее хотя и до этого я тоже была уверена что они чистые ну вот просто покрасились вот так не знаю почему но вот именно с этими чехлами такая вот беда у артеж например подушка тоже в таком чехле который под наволочкой и пользуется он ею также долго но при этом никаких следов на ней на нем нету а вот здесь вот я вставляю батарейки в часы которые у нас стоят на тумбочке алишера вместо навесных часов мы такие купили и вот почему-то в них достаточно часто садится батарейка хотя ставлю новую но реально каждые несколько месяцев я эти батарейки меня как-то очень странно ну вот в общем поменяла батарейку настроила время поставила на место и а а а а внизу под видео я приготовила пастилу еще вчера она уже приготовилась и вот сейчас я нашла время снятия с листов и нарезаю вот такими вот кусочками чтобы детям было удобно есть ставлю в пиалку потому что мало пастилы в этот раз приготовила всего три подноса поэтому это буквально нам на пару дней на нашу семью когда я готовлю больше я конечно складываю в контейнеры и убираю сушилку такая вот у меня сушилка в ней можно сушить фрукты и овощи и орехи и грибы я вот в основном либо сушу яблоки либо делаю пастилу убрала сушилку на самый верх и заодно решила протереть полки на которых у меня стоят крупы что-то там немножко рассыпалось хочется идеального порядка чистоты поэтому стала там все протерять и наводить порядок кстати когда сушу вот в этой сушилке то я использую не просто пергамент а пергамент с добавлением силикона тогда пастила не прилипает она обычному меня так прилипает что я даже оторвать не могу приходится размачивать в общем очень неудобно а вот этот силиконом классный насыщение воды кислородом что с тобой происходит арена ты тоже наблюдаешь так нам все сделали аллилуйя поменяли вот тут вот внутренности и поменяли вот эту вот вот этот шланг и так что теперь мы наконец-то снова можем мыться под душем а не под краном у меня сегодня будет кайф да давай договоримся крутим в эту сторону хорошо по часовой стрелке а если я забыла ой что это с ним наверное потому что как то так а если там говорили до щелчка ну там условно щелчок да арина забывает я хотела сегодня съездить получить за гранд паспорт арина он уже давным давно готов но в очередной раз нам не удалось потому что из-за того что мы сегодня спали до 9 30 арина съехал режим и она обычно там скажем спит например с 12 там до двух то сегодня она решила лечь спать вот нам надо было стрелять до 4 вот видите под подрывает человек и этот человек ужас тут такой шумган стоит целыми днями честное слово все время кто-то что-то у нас у нас рядом плохо идет рыба полная морозилка но мы ее не любим и даже если я его вкусно готовлю мы один раз съедим но вот доесть скажем если я много приготовила уже никто не доедает вот не хочет в поисках как бы ее так готовить чтобы мы ее ели а потому что я понимаю что это полезно ну вот не идет у нас что может быть щука как обычно в общем экспериментирую вот хочу ее поджарить ребята ребятки смотрят я на самом деле конечно это переживаю что мне арина смотрит мультикину считай с года она их смотрит совсем по чуть-чуть максимум полчаса в день и вы знаете она не сидит вот прям залипну да там может посмотреть минут десять потом она убегает потом снова приходит но все равно она смотрит их потому что их смотрит артемий я понимаю что это неизбежно я не хочу там ссориться с артемиями серии смотрим мультики только когда арина спит то чтобы не дай бог она там не видела поэтому я этого не делаю ну и плюс поскольку они сидят оба дома со мной точнее я сижу с ними я иногда пользуюсь и мультиками и клипами чтобы допустим если у меня работы много чтобы мне сходить с ума да не кричать там на них что они не решают а просто посадить их за мультики и скажем там за 20 минут доделать документы которые не нужны боже какой жирный фарш обалдеть ничего себе так что да арина смотрит артемий конечно был намного больше ограничен в этом плане в мультиках и это классно мы читали больше чем с ариной сами понимаете со вторым ребенком не успеваешь столько заниматься развивашками всякими ну и не настолько это нужно потому что ребенку есть кем поиграть будем честными они очень классно играют вместе коммуницируют смеются много и им весело вот артемия и когда смотрю на артемия думать да вот чего тебе не хватало в детстве когда-то был маленький у вас тоже тогда что ты сделал руки помыл сделал руки помыл сделал руки помыл у меня потом руки пересыхают потому что я смылом постоянно мою добавим специй я так рада что нам сделали душ причем они сделали ну вот что он сделал он теперь так легко переключается вы знаете сейчас стало понятно что у нас изначально был бракованный переключатель потому что он очень туго шел это не нормально то есть у меня артемий сам не мог переключить никогда там с крана на лейку например потому что ему не хватало сил то есть она вот так туго шло а сейчас просто двумя пальцами все поворачивается надеюсь будет долго нам служить гарантия 10 лет на эти смесители ну гарантия это классно но блин мы считаем две недели мылись просто под краном и это было очень неудобно теперь будем с комфортом так на улице у нас сегодня весь день вот сейчас только прекратился шел мокрый такой снег который таял но вот только на крышах вижу немножко и с утра вот было знаете на машинах там вот и такая погода прям фу и я сегодня с огромным удовольствием сижу дома завтра у нас как раз много дел будем бегать не важно дождь снег в общем набегаемся удачно так получилось что сегодня мы остались дома ну ладно это будет не срочно с этим паспортом сколько уже месяц я его получить не могу еще месяц подождет он там у них два года дождь должен главное забрать до того как соберемся куда-то поехать а поскольку до нового года мы сто процентов никуда не собираемся я и не спешу так а сейчас мне нужна луковица луковица я теперь знаете как делаю чтобы давайте-ка я вас перестала поближе пойдемте ко мне сюда знаете как я делаю чтобы у меня Артемий не ныл что лук в котлетах он ненавидит лук в котлетах я потом и делаю как делает мама она натирает его на терке на самой мелкой и все этот лук растворяется в мясе и Артемий не ноет и говорит какие вкусные котлетки так что я теперь пользуюсь этим способом и тем более это быстро удобно я вообще мечтаю знаете купить вот есть такие комбайны которые режут кубиками чтобы салаты делать там всякое такое картошку нарезать морковку я не знаю там свеклу прямо так чик-чик-чик-чик он кубиками и все и тебе не надо стоять нарезать потому что я так вот это все не люблю это такое муторное занятие хочется раз в раз максимально быстро всегда все сделать и отрезаться от этого так терка терка у меня много разных и все равно вот эта классическая модель самая удобная что ни говори много чего попробовала вернулась все равно к этой лук это такой ядреный слушайте это вообще сейчас чтобы не плакать лучше сразу закрывать глаза потому что у меня уже ноздри берет если честно продолжаю готовить получились кстати безумно вкусные котлеты хотя конечно фарш был достаточно жирный но котлеты по вкусу были классные вот я готовлю арина тут попросилась на руки что-то ее расстроило и соответственно я пыталась тут что-то делать одной рукой но потом мне пришлось поставить на пол потому что я мыла фрукты для нашей вазы арина крайне недовольна вон ходит там плачет она вообще на самом деле большая актриса когда расстраивается она картинно падает на пол и лежит страдает там такой вот интересный характер артемий так не делал они конечно разные у каждого свои приколы в чем-то кто-то спокойнее в чем-то кто-то менее спокойный различаются дети честно характером хотя воспитываю я их практически одинаково вот здесь мы переместились в детскую я закончила с готовкой потом потушила еще капусту отварила чечевицу и мы снова принялись за шкаф мы разобрали эту полку с мелочами длительный такой процесс конечно был но все-таки нужно было это сделать потому что иначе артемий там я не знаю где у меня что у меня все теряет ходил он тут кстати честно полгода ныл что у него потерялась зарядка от его машинки на пульте управления что вы думаете вчера он заглянул в контейнер где у нас всех зарядки хранятся которые часто используемые и такой мама тут моя зарядка я говорю да ладно потому что он столько ее искал и просто не додумался посмотреть туда где лежат все зарядки в общем мальчики такие мальчики но я стараюсь делать так чтобы я точно знала что в этом доме где у меня лежит потому что если я не знаю что у меня лежит на полке значит мне это не надо поэтому я регулярно тут перебираю все и все что не нужно продолжаю отдавать в благотворительные баки вообще без тени сомнения потому что захламляться совсем не хочется но вот у детей игрушек много конечно и сейчас их наверное станет еще больше потому что скоро пойдет период у Арины когда ей будут что правильно дарить разные куклы а вот здесь вот пока мы разбирали эти мелочи Арина конечно очень капризничала потому что ей хочется все это трогать то что мы там берем а я не разрешала потому что там реально мелко и ну как бы я уже разложила она берет это раскидывает в разные стороны поэтому эта уборка сопровождалась кучей капризов ура мы разобрали эту полку просто посмотрите она была завалена целиком с нее все вываливалось я ничего отсюда не убирала я просто разложила здесь у нас что хранится всякое разное всякие пазлы какие-то игрушки среднего размера бусинки там вот здесь мелочи всякие я смотрите что сделала мы доставку на дом заказывали теремок супы привозят в таких контейнерах я их оставила и сюда разложила мелочи для Артемия но надо еще короче не буду выкидывать будем еще заказывать вот и все распасывала а то оно когда в одном большом контейнере там реально просто каша тут у него всякие мелкие игрушки но написано животное но там конечно не только животные это у него ходячий жук такой жукоробот сортер где четвертый я не знаю и яйца тоже не нашли пока еще вот и поставила пока такой контейнер чтобы знаете если что-то мелкое чтобы он начинается что тебе сортер не Арина я не хочу тебе его давать он мелкий короче что если что-то мелкое надо положить чтобы он не лез в контейнеры потому что ему это лень он закидывает на полку я говорю ты кидай сюда я потом буду раскладывать вот но пока мы убирались внизу Арина тоже убиралась поэтому как бы сверху мы прибрались и снизу опять каша но господи на что-то наступило вот эти раз два три четыре это у нас все разобрано я хочу нижние тоже разобрать потому что вот тут железная дорога а вот что там я вообще понятия не делала и что и получается останется еще вот одну полку с книжками поправить и мою с документами потому что я туда вещи засовывала когда свекровь приезжала и все и мы разобрали шкаф ну короче завтра может нет завтра вряд ли послезавтра наверное доделаем это по всей квартире мы половину лего разложили а вторую половину не разложили и активно продолжает его раскидывать и я сейчас доготовила еще вот потушила капусту вот и салат сделала помидоры огурцы нут оливки бронзу сейчас перемешаю все маслицем полил и закрою и пойду купать детей будьте здоровы будьте здоровы будьте здоровы как ты чихаешь щи вот так вот вот так ты чихаешь да ты где там ты вот так вот ходишь ой красоточка укуся что там платье мешает смотреть да такая она смешная они сейчас тут играли с Артеми потом поели ага это ты раскидала да мандарин и теперь доедаешь очень любит мандарины больше чем яблоки и груши у нее самое любимое это мандаринки оно мандаринку в день съедает обязательно прямо когда видит сразу ааааааааа дайте дайте да мне не мне ну спасибо ам 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 все мама покушала спасибо что положила мне на пижаму мандаринов спасибо я еще обязательно съем да сто процентов съем ты должна вытереться хорошо вот так ты лицо вытираешь вот так, да? И мама должна вытереться. Мама вытерлась. Держи, повесь на место. Нельзя было убирать туда мандаринку? Так, пошли трусы менять. Пойдем? Мокро? О, какие мокрые трусы. Пошли менять, пойдем. Где у тебя чистые? Иди, показывай. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, пошли. Скорей показывай, где они. Скорей. Вечером я после того, как уложила детей, села работать за ноутбук. Очень много всего успела сделать. И завтра уже продолжу работать над видео про рум-тур. В общем, я превратилась в ту маму, которая вечером старается поскорее уложить детей, чтобы освободиться и иметь свое личное время. Но для меня это сейчас, если честно, просто огромный подарок, потому что я уже забыла, что такое иметь, скажем, три часа свободного времени от детей. Потому что сейчас я их укладываю к девяти вечера, изредка в 9.30. И дальше у меня есть около трех часов, чтобы заняться тем, что я хочу. Правда, конечно, я где-то два раза прихожу к Арине, которую нужно доуложить, потому что она проснулась. Но тем не менее, это время, когда меня никто не дергает. Я могу и в дождь сходить, могу и книжку почитать, и сериал посмотреть, или убраться в тишине, или работу поделать. И, в общем, я просто с огромным удовольствием пользуюсь этим временем. Это мое прям время. Еще сейчас, даже поздно, возвращается с работы обычно часов где-то в одиннадцать, иногда даже к двенадцати. И, в общем, я реально сижу просто одна и наслаждаюсь тем, что у меня есть личное пространство. Мне этого сейчас не хватает, естественно, поскольку Артемий в сад не ходит, Арина тоже. Ну, в общем, вот сегодня я сидела и делала работу. Так что на этом я завершаю влог. Увидимся с вами завтра. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!